Добрый день, мои дорогие зрители! С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела, Всемирный совет национальных католических церквей. И это четвертая серия программы «Час чтений», в которой мы разбираем библейские и святотические тексты из литургии часов римского бревиария. В начале, как всегда, история эпиграф. В апреле 2012 года 7-летняя Шарлотта Неве получила травму головы. Травма вызвала серьезные последствия, кровоизлияние в мозг, и девочка впала в кому. Врачи делали неутешительные прогнозы, шансов на выздоровление практически не было. Мать Шарлотты уже потеряла надежду, когда однажды, дежуря у постели дочери, она по какому-то наитию включила песню британской певицы Адель «Rolling in the Deep». Ее Шарлотта очень любила. И исполнительницу, и песню. И с изумлением мать заметила, что девочка улыбнулась. Это была ее первая реакция на окружающий мир за долгие месяцы болезни. Эту песню они крутили на репите, и спустя два дня Шарлотта уже могла разговаривать, вставать с постели, а вскоре пошла в школу, как ни в чем не бывало. Никто не мог поверить в такое чудо. Но девочка быстро поправилась, а песня «Rolling in the Deep» стала лучшей в жизни Шарлотты и ее мамы. Музыка и песни спасали жизнь людям не раз. Несколько историй о том, как евреи во времена Холокоста смогли спастись, тоже довольно известны. Таковые истории, например, Владислава Шпильмана или Алисы Херц-Зоммер. Можете их погуглить. Это тоже потрясающая история. Но есть песня, которая однажды спасла жизнь многим евреям и до сих пор спасает человеческие жизни. И придумал эту песню древний еврейский пророк по имени Исаия. И он же был ее первым исполнителем. И ее запись очень и очень популярна. Популярнее многих записей и многих песен. Правда, записана она, конечно, не на магнитофонную ленту, не на CD-диск, не на просто компьютер в виде MP3-файла. Записана она текстом. Мы не знаем ее мелодии. Но это текст из пятой главы книги пророка Исаии. Мы продолжаем читать пророка Исаию. Мы продолжаем следить за Адвентом. И сегодня среда первой недели Адвента. И пророк Исаия поет песню. Он вообще впервые выступил в храме с проповедью такой в виде песни. Это знаменитая песнь о винограднике. Он первый во всем Ветхом Завете изобразил Бога в виде труженика, который заботливо выращивает свой сад и ждет плодов. На эту песню, конечно, вдохновил пророка Исаию Дух Святой. Ну а потом Господь Иисус Христос на правах соавтора. Потому что Бог-то один, Отец, Сын и Дух Святой. Святой Дух, который вещал через пророков, это один Господь, Отец, Сын и Дух Святой в трех ипостасях. Так вот, Иисус Христос на правах соавтора этот образ использует в притче о злых виноградарях, в притче о работниках в винограднике. Себя будет называть виноградной лозой, приносящей грозди. А свою церковь, учеников своих называть ветвями виноградной лозы. Но в первоисточнике, в книге пророка Исаии, раскрываются причины крушения надежд Израиля, которые ждали превращения этого народа в Амкадош, народ святой. Был у друга моего виноградник на холме плодородном. А копал он его, очистил от камней и посадил в нем лучший виноград. И построил в нем башню, и высекточил, и ждал, что уродится виноград, а выросли дикие ягоды. Прекрасный, потрясающий по своей красоте еврейский текст. И, безусловно, это иносказание было понятно всем первым слушателям. Они росли в стране виноградников, в стране виноделия, где солнце так щедро одаряет виноградные лозы своим теплом, светом и напитывает соками земли. И начало этой песни, ну, как бы вот, воспою о друге моем. Пророк дерзновенно, опять же, духом святым, называет Господа своим другом, или вот в нашем русском переводе возлюбленным. Вместе с ним оплативает падение Израиля, его измену. И, как бы мы сейчас сказали, да, был у одного моего знакомого, да, у одного моего друга был виноградник. Спою я вам песню, друзья мои, и пророк начинает. Сегодня мы прочитаем из пятой главы книги пророка Исаии эту песню с первого по седьмой стихи. А вступительный молитвенный возглас у нас сегодня такой. «Обрати нас, Господи, и мы обратимся, да воссияет лицо Твое, и спасемся». И это будет та песня, которая спасет жизнь очень и очень многим, потому что они послушают, обратятся и спасутся. Итак, давайте прочитаем книгу пророка Исаии, первое чтение, пятая глава с первого по седьмой стихи. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его ограды, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терными и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом израилев, и мужи Иуды, любимые насаждения его. И ждал он правосудие, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Друг пророка Исаии – это Господь Бог. Но первый стих ведь «воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего». Здесь вот такая игра образов. Бог называет свой народ возлюбленным. И пророк поет песню возлюбленного, да, то есть Бога, и поет его для возлюбленного Богом Израиля. И песнь о винограднике. Это не Алекс Юстасу, а возлюбленный возлюбленному. А поет, исполняет возлюбленный, а вдохновляет его возлюбленный. Любовь, которая должна бы всех объединить, кажется, вот дала трещину, и виноват в этом возлюбленный народ Израилев. Бог поет эту печальную песню, почему-то мне хочется ее спеть на мотив какого-нибудь очень грустного блюза, о том, как Израиль ушел от Бога. При этом Бог ведь сделал для народа своего все, все, что только можно себе представить. И, конечно, эту песню мы тут же применяем к себе, потому что мы тоже часто уходим от Бога, часто грешим, хотя Бог сделал для нас все самое лучшее, что только можно себе представить. Как бы ни была тяжела наша жизнь, но нам невозможно себе представить глубину Божьей любви. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Вот как любит Бог, который возлюбил нас. Что же сделал для нас Бог? И вот в этом образе виноградника раскрываются Божьи благодеяния к нам. Ну, во-первых, Бог дал нам жизнь. Виноградник этот не возник сам собою. Виноградник кто-то посадил. Именно Бог посадил, Бог как виноградарь вот здесь выступает. Он насадил этот виноградник. Почему мы живем на этом свете? Вовсе не потому, что наши родители когда-то задумали нас зачать. Вовсе не поэтому. Это всего лишь вторичная причина. Каждый из нас живет на земле, потому что Господь этого пожелал. Потому что Господь когда-то решил поделиться бытием и создал из ничего весь этот наш прекрасный мир, который мы испоганили своими грехами. Да, мир подчас не выглядит прекрасным, особенно если открыть сводки новостей, но виной тому не Бог. Бог сотворил все совершенно хорошо, все совершенно прекрасно. Мы продолжаем портить этот мир своими грехами. Но Бог дал нам жизнь. Это величайший дар, за который мы должны благодарить нашего Создателя. Потому что бытие лучше не бытия. Некоторые люди так горделиво говорят, да я не просил меня создавать, теперь уж что, теперь уж моя воля. Это самое глупое, что только можно себе придумать. Это такой детский каприз, такая инфантильность, потому что с тобой поделились самым невероятным качеством, самым невероятным даром, бытием. Бог дал тебе жизнь. Только представьте, что вас бы не существовало, никто бы никогда не полюбил вас, вы не полюбили бы никого, вы никогда не ощутили бы ни счастья, ни дуновения ветра, не ощутили бы радости держать на руках своего ребенка, не ощутили бы материнскую заботу о себе, не ощутили бы сотой тысячной доли того прекрасного, чем наполнена жизнь каждого человека. Бог дал нам жизнь. Дальше Бог дал нам лучшее место в жизни. Обратите внимание, что виноградник на вершине уточненной горы. То есть там лучшая почва и очень много солнца. Это самое топовое место. Каждому из нас Бог дал свое предназначение. И это предназначение, это призвание человек должен сам в себе раскрыть, потому что есть обязательно что-то, что вы умеете делать лучше, чем все остальные. Не скажу, что лучше всех на Земле, хотя, может быть, наверняка есть что-то, что вы делаете лучше всех на Земле, но уж точно есть что-то, что вы, именно вы можете делать лучше большинства любых людей. И это то, что дал вам Бог. Это то, что заложил в вас Бог. Сатана пытается украсть у нас вот эту радость от реализации нашего предназначения, если можно так выразиться. Вот эту радость от того, что ты приносишь пользу, что ты не зря живешь на этой земле. Бог дал нам лучшее место в жизни. Но это виноградник корнями привязан к одному месту, а мы-то нет. Мы-то к месту в жизни не привязаны. Поэтому очень многие люди либо пренебрегают даром Божьим и занимаются чем-то другим, либо просто не прикладывают ни малейшего усилия, чтобы этот дар Божий в себе распознать и раскрыть его на радость Богу и другим людям. Что еще делает для нас Бог? Он защищает нас от опасностей. Он обнес этот виноградник ограду от диких зверей и грабителей, конечно, ограды. Он очистил от камней, то есть убрал то, что мешает корневой системе развиваться, пить воду. Эти камни, ну, почву каменистые, да, камни идут как раз на ограду, да, то есть тропинки там прокладываются, но Бог очищает нашу жизнь от камней, которые мешают нам развиваться. Если мы выполняем волю Его, Бог прикладывает массу усилий для того, чтобы помочь нам. И святые Его, слуги Его, ангелы, святые на небесах, Богородица Дева Мария, все помогают нам своими молитвами. Бог очистил от камней. И здесь есть башня, да, башня, на которой стоят сторожа, которые охраняют этот виноградник. И это крепость, настоящая, крепостная башня из апостолов, пророков и учителей церкви, которые стремятся к церковному миру, объясняют человеку истину, предупреждают об опасности. Окопал ее, да, Бог действительно взрыхлил эту почву, насытил ее кислородом. Бог освобождает церковь от бремени земных забот, чтобы ничего не отягощало душу, чтобы никакие тревоги этого мира, стремление к деньгам или к власти не омрачало жизнь подлинно верующих людей. Конечно, и многие верующие, и даже служители церкви порой отягощаются погоней за богатством, за успехом, за властью, за могуществом в мире всем, но это не приносит им абсолютно никакого удовлетворения, и они, как вот и тот первый виноградник, отступают от своего предназначения. Но самое главное, что сделал для нас Бог, мы видим, что Бог возлагает на нас надежду и придает смысл нашему существованию. Обратите внимание, насадил в нем отборные виноградные лозы, то есть это виноград элитных сортов, не дешевка. Может быть, кто-то внушил вам, что вы последний дрянь человеческая. Не верьте этому. Вы виноград элитного сорта. Каждый человек, который живет на земле, в глазах божьих виноград элитного сорта. Даже тот, кто впал в грех, но Бог начинает ведь с любви, он говорит, я все сделал для вас, вы предназначены быть элитой, элитой в этом тварном мире божьем. Бог очень много в вас вложил, и может быть, вы этого не заметили в себе, не развили, может быть, как-то так получилось в вашей жизни, что вы не знаете Бога, вы не знаете своего потенциала, а может быть, знаете, но ленитесь и делаете недостаточно. Башня это чьё, да, это ведь мы должны приносить пользу, виноградник для чего? Виноградник для того, чтобы люди ели сладкий виноград, дети лакомились им, чтобы было прекрасное, чудесное вино, чтобы люди вот даже от одного запаха возблагодарили Господа. Так и наша жизнь, люди должны радоваться, дети, взрослые, при виде вас, при виде вашей деятельности, люди должны радоваться, вы должны радоваться, мы все должны жить в любви, мире, гармонии, согласии, вот для чего создал нас Господь Бог, чтобы каждый своё предназначение на сто процентов выполнил, раскрыл свой потенциал, стал тем прекрасным человеком, который был в замыслах Божьих, и Бог возлагает на нас надежду и придаёт смысл нашему существованию. Но это только половина песни. А что же в ответ на всё это сделали мы? Когда я ожидал, что он принесёт добрые грозды, он принёс дикие ягоды, читаем мы. Ох, этот образ, вот эти слова, мы читаем на мессе в каждую страстную пятницу, это так называемые укоры Господня. Господь укоряет народ свой, для которого он так много сделал, и который отплатил Господу величайшей бестактностью, злом, неблагодарностью, бунтом и мерзостью. Что сделал я тебе, вопрошает Господь, почему ты так со мной поступаешь? Разве ты можешь сказать, говорит Господь Бог человеку, что я в чём-то ошибся? Я за труд мой ожидал добрые плоды, а получил дикие ягоды, которые обыкновенно приносит виноград невозделанный, заброшенный. Многие люди ведь ропщат на Бога и говорят, а что ты такого особенного сделал-то для меня, а что тут такого-то, вот в общем-то. Вот всё, что я перечислил, они игнорируют, они ведут себя, как капризные дети, которые не замечают родительской любви и подарков, и не ценят их никак совершенно, но посмотрите хотя бы на крест. Бог стал ради вас человеком и умер за вас на кресте. Разве этого мало? Разве это не доказательство любви? Вы этого, может быть, иногда не можете прочувствовать, потому что вы ещё не поняли плохой вести, в какой серьёзной опасности находится каждый человек, в опасности вечных адских мучений, в опасности вечного отлучения от радости, от всего доброго, потому что в аду нет ничего доброго. Это тьма, это плач и скрежет зубовный, это квинтэссенция всего плохого, что может только случиться с человеком. И этот ад сатана устраивает в нашей жизни, а Бог, он может, конечно, и удалить сатану, и удалить искушение, и избавить нас от всех драматических, а иногда и трагических событий в нашей жизни. Он может избавить нас от боли, но он дает нам возможность раскрыться, раскрыть свой потенциал, как и виноград, он же приносит вино только под прессом, иногда нужно пройти через этот пресс достойно, но мы сжульничали, мы обманули, это как если бы я дал какому-то человеку 100 миллионов рублей, чтобы он купил лучшую технику, лучший фотоаппарат, лучший компьютер, нанял хорошего чтеца, актера, снял рекламу, то есть на высочайшем уровне, а в результате я получил через WhatsApp какой-нибудь, через Telegram, через какой-то мессенджер, видео, снятое на китайский дешевый телефон, дешевую провинциальную рекламку, без рифмы, картинка 360 пи, она вся шумная в цифровых шумах, а деньги просто украли, или представьте, вы заплатили там рабочей бригаде за ремонт в вашей квартире, пришли в квартиру, когда вам позвонил бригадир и сказал можете прийти, а вы дали большой задаток, а потом и вообще просто вперед заплатили, потому что вас умоляли на коленях, просили у вас деньги вперед, потому что нужно там обязательно, и вот вы пришли в свою квартиру, а там голые стены, из них торчат провода, строители даже мебель вашу вынесли всю и все распродали, даже ванную выдрали, даже раковину сняли, даже ручки с окон скрутили, все вывезли, все украли, или вы заказали доставку из ресторана, а там предоплата, естественно, и вы решили, вот в семье у нас праздник, годовщина свадьбы с женой, мы гульнем, у нас будет много гостей, и вы заказали на 20 тысяч всякой вкуснятиной, с неди, а принесли вам дешевые вареники из социального магазина, недоваренные и в количестве там трех порций, а техподдержка не отвечает, а ресторан теперь куда-то делся, срочно и так далее, такое бывает, бывает, что вы сделали работу, а заказчик не расплатился с вами и растворился в воздухе, много бывает такого, и вот все это мы сделали Богу, все это мы сделали Богу, он ждал правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды и вот вопли, это потрясающая тоже фраза на еврейском, здесь игра слов, потому что правосудие по-еврейски мишпат, а кровопролитие мишпа, а праведность по-еврейски садака, вопль саака, то есть там вы как бы прошепелявили свою жизнь, да, просвистели ее, вы мои ожидания прошляпили, прошепелявили, просвистели, проглотили у вас вот эта каша в голове, в вату вот эта каша у вас, вы даже слово вместо вы хотели сказать правосудие мишпат, да, а у вас мишпа какая-то получилась, да, вместо правосудия у вас кровопролитие получилось, вы хотели, и я ждал, я заказывал от вас праведность садака, а вы ссылаку какую-то мне дали, вы же с ума сошли, то есть вот, ждал я справедливости суда, да, и праведной жизни, правосудия, да, правды, но ожидание мое было напрасным, вы опозорили себя беззакониями, нарушением справедливости в отношении к ближним, особенно к бедным, и самое главное воплем, то есть грехами, которые вопиют на небо, требуют отмщения, а какие грехи вопиют к Богу, четыре греха есть в Библии, это умышленное убийство, что ты сделал, сказал, спросил Господь Каина, голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, это содомский грех, и сказал Господь вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма, это угнетение бедных вдов и сирот, ни вдовы, ни сироты не притесняйте, если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и не выплата заработной платы работникам, наемному слуге, рабочему, когда он выполнит свою работу, вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, его плежнецов дошли до слуха Господа Саваофа. В общем, вот чем мы все отплатили за Божье благодеяние, мы вели себя отвратительно, каждый наш грех приводит нас к краху, потому что это крах Божьих надежд, и Бог очень честно и очень сурово предупреждает, что он этого не потерпит, и так я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчицами, и повелю облакам не проливать на него дождя, то есть что, отниму у него ограду, Бог снимет защиту однажды с вас, и вы станете легкой добычей бесов в аду, да будет страшно, и если вам кажется, что здесь страшно на земле, у вас могут быть очень суровые жизненные обстоятельства, вплоть до смертного часа, но будьте уверены, что еще здесь есть Божья ограда, вы увидите это обязательно в час смертный, вы увидите сколько ангелов охраняло вас, вы увидите своего ангела-хранителя, вы узнаете от скольких опасностей уберег он вас, от скольких глупостей ваших уберег он вас, но в последний момент эта защита будет снята, и вы окажетесь один на один с силами зла, потому что вы привыкли пренебрегать Богом, а Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, жизнь ваша пройдет впустую, вы не выполните своего предназначения, оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, зарастет он терными волчицами, то есть вот не выполнишь своего предназначения, не станешь тем прекрасным виноградом, я знаю людей, пару человек уже пожилых, которые всю жизнь гонялись за богатством, вот один рассказывал из них, что он по глупости поссорился с женой, которая любила его еще полуголодным и нищим студентом, не познакомились, когда он был еще никем, самое главное, и он ее любил, но по глупости он с ней рассорился и развелся, и вел себя как свинья, и она оплатила ему тем же, и они не боролись за свой брак, а сейчас у него много денег, и он может снять любую проститутку, с ним будет любая экскуртница, любая модель, но они ничего не дают, кроме, может быть, временного удовлетворения похоти, но, он говорит, это настолько мерзко, вот, ничто не приносит удовлетворения, уже все есть, не о чем мечтать, творить уже не хочется, потому что голова другим занята, ты живешь в мире больших денег, тебе нужно, чтобы твои доходы не упали, чтобы тебя не ограбили, не подставили, и так далее, чтобы просто тебя не убили, не заказали, ничего не приносит тебе удовлетворения, ты попробовал в жизни уже все, дети давно выросли и живут отдельно, и нужны им только деньги, потому что для тебя в жизни кроме денег не было ничего святого, и дети это, естественно, уловили чутко, детей ведь не обманешь, как выяснилось дальше, даже очень большие деньги не лечат от некоторых болезней, да, от некоторых лечат, а есть такие болезни, от которых не вылечишься никакими сокровищами, и как выяснилось, новых друзей завести невозможно, а старые или умерли, или погибли, или ты с ними рассорился в период первичного накопления капитала, жизнь проходит впустую, казалось бы, самая полная жизнь богача, счастливца судьбы, баловни судьбы проходит впустую без бога, но самое страшное, что здесь говорится, повелю облакам не проливать на него дождя, то есть бог не будет проливать благодать духа святого, знаете, где совсем мы не ощущаем божьего присутствия, в аду, в вечных муках, да и здесь на земле остаться без благодати духа святого, кстати, многие нерелигиозные люди скажут, ну спасибо, ничего страшного, спасибо, обойдусь без благодати духа святого, но тот, кто пробовал и знает, что такое благодать духа святого, тот знает, что лишиться ее, это самое страшное, что может случиться с человеком, без благодати духа святого беда, человек, лишившийся благодати святого духа, лишается всех милостей Господних, снова оказывается беззащитен перед духами тьмы, попирается злыми страстями. Святой Макарий Великий пишет, «Душа, не имеющая причастия Святого Духа, находясь в крайной бедности духовной, не имеет сил приносить духовных плодов правды, как бы желала, пока не сделается причастницей Духа». Вечная тоска, вечной муки без Духа Святого. Это ужасно. И поэтому молитвенное воззвание после этого чтения, после этой песни, очень и очень понятное. Я представляю себе первых слушателей этой песни. Вот тебе спел это пророк Исаия. И, конечно, Господи, не бросай виноградник свой, не бросай виноградник свой. И псалмы об этом говорят. «Не отними у нас благодать и Духа Святого. По грехам нашим не воздай нас. У нас много бедствий». И поэтому мы читаем здесь ответный молитвенный возглас. Он звучит. «Лесной вепрь подрывает виноградник твой, и полевой зверь объедает его. Воздвигни силу твою, Господи, и приди спасти нас. Охрани то, что насадило десница твоя». Это Псалом 79 или 80 в разных нумерациях. «Боже сил, обратись же, призри с неба и воззри, посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница твоя». Ох, как мы в этом нуждаемся. Как мы нуждаемся в том, чтобы Господь уже здесь, на земле пришел и посетил нас. И поэтому второе чтение на сегодня, оно как раз вот об этом, об этом пришествии Господа в нашу жизнь вот сейчас. Да, это слово на адвент святого Бернарда Клервозского. Давайте мы прочитаем. «Знаем мы, что троекратно пришествие Господне». То есть мы знаем, что будет второе пришествие. Вот святой Бернард говорит, троекратно оно. «Третье пришествие есть еще между этими двумя. Те явны, сие нет. В первое пришествие свое Господь зримо пребывал на земле и был посреди людей, ибо, как сам он говорит о том, узрели и возненавидели. Когда же совершится последнее пришествие, тогда узрит всякая плоть спасения Божья, и воззрят на того, которого пронзили. Третье же пришествие, о коем мы ведем речь, сокрыто, и лишь избранные зрят Господа в себе, и души их вкушают спасение. Итак, первое пришествие во плоти и немощи, последующее в духе и силе, последнее же в славе и величии. Сие среднее пришествие между первым и вторым есть путь, ведущий от первого ко второму. В первое пришествие свое Христос соделался искуплением нашим. Во втором явится как жизнь наша. Между же семи двумя он есть отдохновение и утешение наше. Но дабы никто не полагал, что утверждение наше есть лишь вымысел, услышим слова Господни. Кто любит меня, тот соблюдет учение мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему. Я прочел также в другом месте. Боящийся Господа творит благо. Но более убедительно то, что сказано о возлюбившем, что он соблюдет учение Господня. Но где он соблюдет его? Несомненно, в сердце своем. Ибо так сказано в псалме, в сердце своем соблюдаю слова твои, дабы не согрешить против тебя. И так соблюдай слово Божие, ибо блаженны соблюдающие его. Да проникнет оно во глубины души твоей. Да наполнит желания твои и насытит обычаи. Вкушай от роскоши сей, и душа твоя будет обретать сокровища в нем. Не забывай о хлебе сём, дабы не очерствело сердце твое, но дабы насыщалась им душа твоя. Если так ты соблюдешь слово Божие, несомненно, и оно соблюдет тебя. Ибо придет к тебе сын вместе с отцом своим. Придет сей великий пророк, который восставит Иерусалим и всё сотворит новым. Ибо пришествие его соделает то, что, как мы носили образ человека перстного, будем носить и образ небесного. Как повреждение Адамова объяло всего человека и всем им овладело, так же человеком обладает и Христос. Ибо он сотворил его и искупил. И всего его прославит. Потрясающе, да? И вот это среднее пришествие, пришествие Господа в нашу жизнь, в жизнь отступников, которые грехами своими всё извратили. Принесли Богу вместо прекрасных плодов дикие ягоды. Какие-то подсунули дешёвку, какую-то химозу, отраву. Но Господь может всё исправить. Он придёт и, как любящий виноградарь, поправит виноградник свой. Только попроси. И делит нас жизнью вечной. Вечной радостью, вечным счастьем. Поэтому молитвенный возглас на второе чтение. Вот Господь грядёт силою. И мышцы его со властью посетит народ свой миром и благословит его жизнью вечной. Вот Господь наш грядёт силою. Посетит народ свой миром и благословит его жизнью вечной. Это 29-й или 28-й по разной нумерации Псалом и 40-я глава Исаии, до которой мы ещё доберёмся, конечно же. В жизни человека бывает момент, когда он, казалось бы, отступает от Господа. Но пока человек жив, есть возможность вернуться, призвать Господа в свою жизнь и даже прославить его великим плодом, плодом даже мученической смерти за Христа. Такова история святого Ануфрия Габровского. В болгарском городе Габрове в 1786 году родился мальчик. Родители назвали его Матвеем, видимо, полагая, что с таким именем мальчик не может быть бедным. Анекдоты о скупости габровцев ходят по всему миру. Мальчик рос, учился потихоньку габровским премудростям, но, конечно, был обычным подростком, то есть был бунтарём. В юношеском возрасте в мальчишек часто вселяются эдакий без непокорности, который единственную выгоду видит в непохожести на своих предков. И за эту выгоду готов заплатить даже самую высокую цену. Кто-то уходит из дома, как блудный сын, кто-то проклинает своих родителей, кто-то делает что-то назло им. Родители Матвея были православными христианами, причём очень набожными, и свято хранили веру свою. Но юный Матвей Моти быть христианином не захотел, просто вот в пику родителям. На улице однажды вспыхнула между ним и отцом очередная ссора, как это всегда бывает, никто, естественно, не запомнил, из-за чего начался сыр-бор. Крик стоял на всю улицу, побагровевший родитель грозил пальцем, а юный нонконформист верещал ломающимся голосом о том, что христианство — это сплошной убыток, что все нормальные и сильные мужчины — мусульмане, что быть турком-оккупантом лучше, чем прозябать в положении покорённого. Надо ли напоминать, что в те годы Болгария была частью Османской империи. Кончилась ссора тем, что Матвей назло батьке, назло мамки, прилюдно при свидетелях мусульманах принял ислам. А надо сказать, что сделать это очень просто. Нужно просто при свидетелях громко произнести на любом языке «ля иляху иля Аллах» «Мухаммад Расул Аллах». То есть я плохо это с русским акцентом произнёс. Ну, нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк его. То есть с желанием стать мусульманином, конечно, не просто механично. И это несложное условие было выполнено. Матвей об этом знал, и он громко крикнул в лицо отцу. И, конечно, тут же радостные турки заключили новообращенного мусульманина в свои крепкие мужские объятия. Убитые горем родители убрались в освояси, а юноша был предоставлен сам себе, став частью уммы мусульманского сообщества. Иди куда хочешь, делай что хочешь, родителей теперь можно не слушаться. Но радовался Матвей недолго, азарт прошёл, юноше пришлось задуматься, а правда ли христианство это так плохо. Раньше у него серьёзно поразмыслить над этим не было желания. Свобода и новая вера поначалу казались очень выгодным приобретением, но шли недели, месяцы, годы, а совесть всё никак не успокаивалась, превращая жизнь в бесконечную муку. Казалось бы, есть работа, есть доход, есть всё, что хочется в этой жизни, и все пути в Османской империи теперь перед тобой открыты. Но самое-то гадкое, что мысли-то лезут в голову, вспоминаются слова из Библии, из Нового Завета, и христианство вдруг при ближайшем рассмотрении оказалось весьма желанным. И, собственно, даже не столько христианство, сколько сам Христос. Матвей, наверное, он получил какое-то мусульманское имя, история этого не сохранила, он влюбился в Христа, он тайком читал Новый Завет и решил изменить своё имя, оставить ислам, но к родителям возвращаться было стыдно, поэтому он решил удалиться на Афон и стать монахом. Сказано-сделано, Матвей превратился в моносию, принял постриг в одном из монастырей, шли годы, и мучило юношу только одно, что Христос-то его простил и счёл своим чадом, но мусульмане не знают, родители-то уже к тому моменту умерли. Мусульмане-то по-прежнему считают мальчика мочу воином ислама, они ждут, не дождутся, когда же вернётся в Дайр алислам мальчик. И снова выгода обратилась в убыток. Голос совести оказалось ничем не заглушить. Монассия принимает схему, что обычно делают перед смертью. Он очень хорошо понимал, что его ждёт, но при этом он возлюбил Христа, ощущая свой долг перед родителями. А поскольку они умерли, он понимал, что и спросить, видимо, их прощения он сможет только там, в Царстве Небесном. Но поскольку он прилюдно оскорбил родителей и прилюдно перешёл в ислам, то он решил, что... Ну и Господь его как-то побуждал к этому, что и заявить о своём возвращении ко Христу тоже надо прилюдно и в тех же условиях. И вот Монассия, бывший Матвей, принимает схему, нарекается именем Ануфрий. Ануфрий Габровский. Под этим именем станет известен миру 32-летний схимник, который вернулся в Умму и открыто перед турками отрёкся от ислама. Надо ли говорить, что турки весьма огорчились? А когда мужчины-мусульмане огорчаются, то иногда летят головы отступников. Не стало исключением и голова Ануфрия Монассии Матвея. Когда-то юный Матвей радовался тому, что совершил выгодную мировоззренческую сделку, но в 32 года мудрый Габровец вдруг понял, что иногда лучше потерять голову, чем прельститься сиюминутной выгодой. И прямо в тот момент, когда голова несчастного схимника слетела с плеч, чудовищный убыток вдруг оказался самым удачным приобретением. Ануфрий встретился с тем, кого он полюбил, еще будучи мусульманином. Он потерял голову, но приобрел Христа. И он встретился наверняка, конечно, и со своими родителями, преданными христианами. И там на небесах они наверняка обнялись. Ну, то есть, как и полагается истинному Габровцу, он выиграл. Я знаю, что наши представления о выгоде часто глупы и нелепы. Мы сами, становясь взрослей, смеемся над своими юношескими решениями. Но все мы делимся на две категории. Одни просто живут дальше, обманывая себя. Виноградник их разрушается. Все разрушилось. Дикий вепрь все подрыл уже, все сожрал. Дикие гроздья вместо винограда, как это в рассказе «Крыжовник». Там у Чехова. Кислый, невкусный крыжовник. Но свой вроде как. И, в общем, люди живут, обманывая себя и пытаясь даже Бога убедить людей, что выбор-то наш все-таки правильный. А другие решают вернуться в тот миг, где дорога жизни пошла не в ту сторону, пригласить снова Господа в виноградник свой и все исправить. Да будет благословенно. Святое отступничество от собственной глупости. И самое время нам закончить сегодняшнее размышление молитвой. «Просим Тебя, Господи Божий наш, силою Твоей приготовь наши сердца, чтобы, когда Христос, Сын Твой, придет, мы были достойны войти на пир вечной жизни и из Его рук принять небесную манну, ибо Он с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь». «Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой». Идите в мире. Бог даст еще увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok